привет друзья это канал тату 35 рус канал о художественной татуировки и не только и меня зовут кузнецов сергей и тема сегодня заживление татуировки данное видео это краткая инструкция по тому как нужно ухаживать за татуировкой способов на самом деле много есть и пленочки есть и пеленочки я расскажу о том что чаще всего использую именно я будет отдельные ролики по пленкам по различным способам сравнения способов и так далее итак краткая инструкция по заживлению тату после того как мастер обработал вам татуировку после того как он нанес защитный заживляющий крем замотал пеленочкой и замотал пленочкой сверху вашу татуировку вы приходите домой дома я рекомендую через часик полтора после нанесения татуировки пеленку снять помыть татуировку под душем прохладной водой вода должна быть комфортная для тела вода должна быть именно проточная не ванна а именно душ после посещения душа татуировка обрабатывается хлоргексидином хлоргексидин выдерживается несколько минут на коже это легко сделать с помощью салфетки смачиваем салфетку хлоргексидином прикладываем и ждем после высушиваем кожу и на сухую кожу наносим крем с содержанием декспантенола я рекомендую бепантен плюс а также его заменители прекрасно подходят для этой цели после этого если вы находитесь дома и в чистоте можно сразу не заклеивать пеленкой вашу татуировку можно просто походить и подождать чтобы татуировка немножко подышала на ночь же вы опять берете пеленочку детские пеленочки продаются в каждой аптеке такие похожи на подгузник они вы накладываете на место татуировки и заклеиваете только уже сверху наматывайте не пленку а приклеиваете пластырем утром также пеленочка меняется выше указанным способом и в день таких смен я рекомендую сделать несколько помните нельзя пренебрегать заживлением слишком редко обрабатывать вашу татуировку однако слишком частое использование крема и хлоргексидина может вызвать негативные реакции таким образом вы обрабатываете татуировку несколько дней позднее пеленку можно отменить однако крем и хлоргексидин я рекомендую использовать вплоть до полного заживления тату и восстановление кожи если какие-то возникают проблемы если какие-то вопросы мастер должен быть всегда с вами на связи способов заживления много рекомендации бывают немножко разные какие-то похожи на данную какие-то нет об этом будет отдельные ролики будем сравнивать разные заживляющие методы разные советы будем говорить о пленке супра сорб и других пленках для заживления татуировки они имеют свои плюсы но также они имеют и свои минусы не забываем это был канал тату 35 трус меня зовут кузнецов сергей скоро будет много много интересного я жду вас своих тематических видео